Субтитры сделал DimaTorzok Милка, 2 года, 4, 3 и 2 Значит, проблема в том, что месяц назад они начали драться Вот была первая стычка с Алабаем, когда дрались не на жизнь, а на смерть Вообще не можем их разнять Если Алабай еще перехватывается, то черный терьер вообще не перехватывает Оторвать вообще невозможно Причем она еще делает вот эти движения, дерет ее Через два дня они сцепились через вольер Вот думали, вообще глаза друг другу повыдирают Потому что шина издает рык Как только она рыкнула, тут же срабатывает Маленький черный терьер срабатывает И тут же старший черныш тоже срабатывает Вот Растащить их вообще просто невозможно Потому что черный терьер, он не перехватывает Вот она как вцепилась Держит вообще ничем Ни палкой, ничем не можем их разодрать Вода вообще не помогает Доходит до того, что Алабай уже начинает скулить Как бы Помогите, спасите, сделайте что-нибудь Вот Раны уже у нас уже и папа покусаны И собаку уже зашивали В общем, проблема в том, что они дерутся И еще Очень большая причина Это мой муж Который ни во что не верит Уже вот не один раз доказывали То есть мы начали смотреть Видеоролики Антуана Работали по ним Купили поводки То есть ходить мы уже по улице Ходим с поводками Это уже нормально Никто не дергает Не рыпается К столу никто не подходит Из дома выходим Мы первыми, потом они То есть как бы результаты есть Ну вот Муж у меня Всегда говорит, что черные терьеры Они не такие И с ними ничего не получится Вот Вот Снимай Кроме Так мастер Клеет Вот Выше Вот Плёп Плёп Да Плёп Плёп Нет 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 Уважаемые друзья, хочу с вами поделиться с очередным моим опытом. Недавно я был приглашен в Москву, чтобы оказать помощь одной семье, где живут три очень серьезные породы. Это среднеазиатская овчарка Алабай и два черных террера. Это очень мощные породы. Проблема была в агрессии. Собаки проявляли дух. Они все дома живут? Да, все дома. Алабай тоже живут? Да. Только Алабай отдельно в комнате. Алабай в вольере. У вас, извиню, здесь участники. Да, да. Но когда я закрыла Алабай отдельно в вольере, они слились через вольер. То есть, она дарыкнула, это прыгнуло и... Получается... Я думала, они глаза друг другу. Да. Самое главное, что Алабай, я могу снять палку. Черныша очень тяжело снять. Она застрелась мертвых вольт. Мы Алабай воды боимся. Она... Вот, не уйдешь, а она рот открывает. Пасть. Черныш не открывает. Вот она держит мертвых вольт. Я думаю, тут раз и палки. Мы люди в Красной Звезде. Наши родственники. Да, я знаю, да. Для этого и выявили, что она должна. Это ее роль. Это все понимание. Они должны быть для вас предсказуемы. Когда глаза закрыты, они абсолютно непредсказуемы. Вы не видите визуальной связи. Это усложняет вашу работу. Усложняет, чтобы вы понимали их. Поэтому обязательно глаза должны быть видны. Первое, на что я обратил внимание, это то, что я не вижу их глаз. А это один из самых важных моментов в общении с собаками. Когда у собаки не видны глаза, она становится непредсказуемой. Очень сложно понять, что у нее на уме. С помощью глаз, с помощью визуального контакта можно определить тоже поведение собаки. Поэтому это очень важный момент. Вот смотрите, так ни о чем. Никак нельзя понять ее намерение. Никак. И те собаки, с которыми они общаются, тоже для них, понимаете, это как загадка. Что на уме. Визуальный контакт очень важен. Поэтому мы должны открыть глаза. Вот как у этой. Вот смотрите, сейчас ее намерение можно читать. А ее нет. Вообще ничего не видно. Она себе на уме. Поэтому, пожалуйста, привяжите банк. Бантик. Иди там. Сейчас я вижу ее глаза. Посмотрите. Вот видите, я сейчас стою, раньше я не видел их глаз, не понимал их намерений, что они хотят. Чтобы понять их намерение, мы просто открыли им глаза. Чтобы я видел. Они сейчас куда смотрят? Туда или туда? Закрытыми глазами. Они как, знаете, собака загадка. Да. Кто начинает? Вот эта маленькая. Который вы держите, да? У той красная ленточка. Ну, на шее. Мама. Да. Это которая мама. Радость. Это рада. Это мило у нас. Значит той у нас три года, этой два года. Ага. Лобаев четыре. Ага. Зная, что черныши сплоченная стая и вместе они сильнее, я решил их разделить. Начать я решил с милы. Потому что она инициатор всех атак, она очень самостоятельная, она полностью контролирует ситуацию. Мне нужно было снизить статус милы, потому что вторая собака акцентируется именно на нее. Она начинает атаку, а так поддерживает. Вот сейчас смотрите, что я сделаю. Они привыкли, когда видят ту собаку, наброситься. Они привыкли к поводку, который тянет. Знаете, что я заметил? Вот так. Вот так она должна быть. Видите, сейчас она как ко мне приклеилась. Видите, что происходит? Я сейчас отойду к эту сторону, я ей скажу, иди сюда. Вот так, держись рядом со мной. Все, что я сделал, всего лишь пока что взял поводок в свою руку. Вот смотрите, они привыкли к чему? Что когда поводок тянут, нужно наброситься. Я сейчас изменю этот образ по-другому. Сейчас мы увидим Алабая, она выйдет. Я ей всего лишь один раз делаю предупреждение. Она сейчас предсказуемо тем, что я вижу ее глаза. Вы не видите глаз, понимаете? Вы имеете и сделать с чем-то непонятным, не видя визуального контакта. Вы не понимаете, сейчас она смотрит на вас, в небо. Куда она смотрит? Нужно, чтобы глаза были видны. Видите, сейчас она... Она ждет вон. Прицел, да. Вот смотрите. Сейчас, когда она первый раз увидит собаку Алабая, я ей сделал предупредение, но не на тяга поводка. Идите, Марина. Наши действия какие? Идите, просто идите. Вот смотрите, что я делаю. Сейчас. Смотрите, как я делаю. Он поводок, как я ее контролирую. Вот так. Я сейчас должен научить ее смотреть на меня. Держать визуальную сейчас сам. Сейчас я вам покажу кое-какой момент. Смотрите. Где бы я ни был... Видите, как я привлекаю ее внимание? Где бы я ни был, я и говорю, будь рядом с нами. Вот так. Смотрите. Я останавливаюсь здесь, она будет здесь. Я уйду сюда. Смотрите. Вот так. Здесь я ее останавливаю. Пойду вперед, потом опять ее останавливаю. Пойду вперед, опять ее останавливаю. Вот так. Она даже меня так не слушает. А как это? Сейчас пойду в эту сторону. Эй. Она заново. Как она? Почему? Останавливаюсь здесь. Я должен сейчас ей показать, кто их. Понимаете? Я сейчас как будто ей показываю, что я тот властный человек, который должен вас помирить. Вот так. Чтобы она села, могу коснуться. Иду она, идет. Я в шоу. Пойду она, пойдет. А на что она реагирует? На вот это? Она реагирует. Она знает, что... Вообще она же знает, что если ты остановился, она должна сесть. Сейчас та собака... Пожалуйста, Катя, снимите оттуда, чтобы Марина тоже была видна. Сейчас та собака тоже успокоится. Почему? Потому что она видит, что этот подчиняется кому-то. Что пришел кто-то, кто подчиняется. Я сейчас пойду вперед, смотрите. И я делаю... Вот видите, как она... Она уже прижимается к вам, да, и проходит даже на каждом месте. Я поверну. Она оттуда. Я подойду сюда, остановлюсь. Как ты? Э! 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 Эй! 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 Сейчас я ее учу слушать этот... Рык! Эй! Нам надо рычать! Эй! Но не рякировать! Пусть рычит! Сейчас она пусть рычит! В целях только для того, чтобы приучить ее, что... Ну и что? Игнорирую. Не обращай внимания. Чтобы она привлекла... Вот так. Вот так. Вот так. Пожалуйста, вы держите поводок в источнике. Сделайте глубокий вдох-выдох, успокойтесь. Смотрите. Сейчас она просто следует за мной. Сейчас как будто она ничего не решает. Видите визуальность? Да, она смотрит. Угу. На вас. Эй! Видите, сейчас не на нее она смотрит, а на меня. Если сейчас мы не открыли глаза, я бы не понял, что я должен делать. Куда она смотрит? Что она точно? Сейчас, когда она, Алабайка, увидит, что я рычу и она не отвечает, она тоже включится в некий режим доверия. Вот смотрите. Вот. То есть она реагировала на рыб, да? А сейчас я говорю, слышишь этот рыб? Ну и что? Акцентируйся только на меня. Как ее зовут? Мила. Эй, Мила. Очень важно сейчас научить здесь следовать. Следовать. Как она следует сейчас за мной? Видите? Она же идет за мной. Вот так. Эх! 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 Видите поводов, которые ослаблены? Вот так. Уппа! Нянин, обратите, вы держали поводки вот так. Правильно? Да. Я держу двумя пальцами. Смотрите, эх! 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 как можете вперед встать а нас далека снимает насколько он так лучше и чуть-чуть поверните в нашу сторону вот так нормально сейчас обратите внимание она вообще на нее она смотрит на меня я руководитель сейчас я решаю что ей делать я решаю идти очень важно чтобы вы остановились без слов объясню почему вас учили это делать словами правильно вам говорили ходить ходить и команда стоп стоять да в таком случае знаете что происходит таком случае вы учите собаку полагаться на слух я учу сейчас собаку полагаться не на слух а на боковое зрение на зрение я иду она стоит я стою она тоже она должна она должна видеть меня боковым вот я стою она тоже должна остановиться это упражнение развивает боковое зрение без слова так вы учите собаку концентрироваться на себя смотреть на вас они слушать понимаете визуальный контакт очень важен очень важно она тоже сейчас и она тоже сейчас мы должны чуть-чуть вместе да я могу только мне вперед или мне в задите если можно вы можете вот так я вас немножко поставлю в экстремальные условия моя шина пойдемте мы вы обратите внимание в я когда увидел когда вы выводили шива машина я заметил что ваши вот он вот так ваш уже на готове вот так держать крепко это понимаете сигнал совершенно верно я таких я такого не передаю не понимаете как будто гостуши ты успокойся видишь все хорошо человек который тебя держит абсолютно не излучает неуверенности страхами и она должна с вами вот так ведь абсолютно спокойно да надо так не ходит ни с кем от машины к сожалению к сожалению она и вам перестала доверять и говорила что она перестала доверять поэтому она все взяла в свои руки шины свои зубы я бы сказал ваш настрой мне нравится честно не обижайтесь некому неуверенность я чувствую от вас но в основном все хорошо со второй собакой с рады начала сразу марина после моей консультации после того что я ей показал и объяснил у нее должно было получиться повторить то же самое что я сделал смелый вот сейчас посмотрим реакцию реакцию а дерните вот так и вот 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 что я хотел вы подойдите ближе а вы у вас вы просто стойте пока стойте вы еще ближе катя подойдите не лоб лобом а боком чуть в ту сту вот 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 видите как она готова за вами следовать если правильный посыл дать все дело в посыле а в одно дело держать собаку вы же держали их а другое дело дать мозгу информацию что вы хотите не держать тело а мозгу диктовать давайте сейчас я оператор идите идите да на прогулку после того как мы вели собак спокойно послушное состояние по отдельности я решил их совместить я хотел чтобы они включили старый сценарий то есть старый сценарий это когда они вдвоем в стае набрасываются на шин на алабая сейчас я хотел повторить эту ситуацию старый сценарий но с новым поведением катя подходите вот здесь стойте спокойно еще и 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 Первый был наш уровень, чтобы обучать их не реагировать. Видите, сейчас она рычит, но реакции нет. Видите, нет. Второй наш этап, это абсолютно другой, чтобы она не рычала. Еще ближе можете подойти. Только... Можете пройти сейчас. Просто пройдите спокойно. Вернитесь еще раз пройти. Шиной нужно было, завоевав доверие, сделать так, чтобы она больше не рычала. Именно этот рык провоцировал у чернышей атаку. Мы провели упражнения, которые учили терреров игнорировать рык, когда шина рычала. Вот так. Сейчас сделаем. Ну, смотрите, что на вот этот рык реакции нет. Реакции нет. Можем поменять? Сама. Потому что, видите, это провокация. Да, провокация чистой воды. Ну, они должны привыкать тоже. Ну, да, но вот она перед этим уже рычала, и мне уже не это... Ром, это тоже просто рычала. Я скажу тогда, что... Я сейчас ту возьму маленькую. Сейчас наша задача, второй этап. Смысл второго этапа в том, что шина не должна рычать. Она перестанет рычать только тогда, когда доверится кому-то. Доверится, что этот человек не даст худшему развитию событий. То есть на меня никто не набросится. Меня никто не тронет. Именно из-за этого она рычит. Нужен человек, который заслужит его доверие. Я считаю, что я заслужил его доверие тем, что я не позволил терьеров зайти в режим атаки. Неоднократно Рашина это видела. Она видела, что когда этот человек держит этих двух собак, они спокойны. Значит, этому человеку можно доверять. Нужно было сейчас просто с помощью поводка это подтвердить. И моей задачей было то, чтобы она не рычала. Вот сейчас смотрите, мы так же водили, правильно? Продолжение следует... Она как бы на низком старте, я бы сказала Она голову отвернула, но она сечет Витя, принеси, пожалуйста, Антону какую-нибудь кукупочку Пусти прям поп-лопом Может, а мы сделаем ее Иди в сумки, возьми этот дождевик, быстро Одень его Арина, быстро я сказала, одень Принеси из рюкзака Поищи в рюкзаке дождевик А, это согреет Нормально, пока ничего не нужно Спасибо, чуть позже, если что, я скажу Еще раз подведите И посмотрите, как она отстрелилась Она прячется Она говорит, я не хочу связываться Слушайте, не хочу Не то, что я боюсь Не хочу Вот этот человек на себя взял эту ответственность Пусть сама и разбирается Проблема лишь в доверии Сейчас она, когда на них рычит, она вам не доверяет Ну да Вы сейчас говорите, слушай, ты же со мной Не переживай, не волнуйся Она говорит, я не Нет, нет На данном этапе я не могу тебе доверить Правильно, поэтому я говорю Когда вы ее ведете, она не рычит Она вам доверяет А потому что ты не доверяешь собакам Нет, нет, потому что она потеряла доверие Когда она просила у нее помощи Да, но ее можно, если что-то потеряли Можно и найти Приобрести заново Купить, грубо говоря Можно Я вам скажу, что Давайте еще пару раз Ничего страшного Опа, да, она даже отбежала В этом, Марина В этом ничего плохого не имеет Потому что они выступают Ну да Абсолютно ничего плохого Понимаете, они говорят Мы не хотим Уступаем А сейчас давайте поменяем Она ему доверяет Он еще не потерял доверие Каждый путь ведет по одной собаке Видите, она не рычит Нет, Ариша Давайте по одной собаке Пойдемте Пойдемте С удовольствием Пошли, мамаша Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому